Моя тема называется «Проблема отсутствия композиции во что-то в наше время». Об этом очень много человек говорили, о том, что это агрессивная и так далее, прочее-прочее, антигуманная композиция, то, что мы называем модернизмом. Но я уже много-много лет говорю о том, что к ней не подходят никакие критерии к современным композициям, потому что просто не существует. Она точно не подходит никакие критерии, например, просто к отрицательным понятиям. Тьма и так далее. Ее просто нет. Тьма – это всего нас, всего отсутствия света. И поэтому, собственно говоря, эта игра в современную архитур, которая началась почти ровно сто лет назад, но сто лет назад – это особенно важно, потому что она… Та ситуация, которая сложилась ровно сто лет назад. Почему именно она сложилась сто лет назад? Конечно, модернизма, ну, так сказать, еще… Ну, модернизма, вышедшая на арену лет на 15 больше, это год 15 лет, год и 15, то есть дека 15 лет приблизительно, но именно как раз в 21-22 году она вышла на государственный уровень в нашей родной стране. И совершенно не случайно. И я хочу сказать вот, что именно в те годы, в общем-то, было полностью артикулировано, сформулировано и окончательно пройдено все, что может модернизм. Понимаете, это ничего нового, начиная там с 25-го года, ну, или, может быть, точнее, там с 31-го такого года, эта самая эстетическая программа не принесла вообще. Просто ее не было тогда. Но интересно, что хорошего вот в этом… Ну, сейчас я к этому перейду. И что хорошего в том, что было в те времена, я к этому вернусь немножко, это в том, что там была исключительная откровенность в понятии. То, что мы сейчас с удивлением открываем, все абсолютно сказано во всех модернистских манифестах, теориях и так далее. И поэтому этот так называемый конструктивизм, супрематизм, то, что мы так и любим, кубизм даже, и там новая вещественность, и все, что мы как бы являются основанием эстетического понимания, художественного понимания модернизма, оно было, оно обладает еще огромной яркой эстетической ценностью. Это просто вот, как вот сказал Лара очень хорошо, как вот выступление подростка против родителей. Хотя, на самом деле, точнее всего, это сказано в самом псалмах Давида. Я выступал против тебя, как младенец на мать свою, которая кормит грудь. Помнишь, это отдуянная на матерь свою. Вот смотрите, но что является на самом деле серьезным абсолютно обоснованием всего, что мы сейчас отговорим. Это вовсе не новоделое, и не то, что я там делаю какие-то красивые или менее красивые модернические издания и так далее. Существует абсолютная, так сказать, объективная реальность, которая абсолютно ничем не доказуема, кроме как опытом предания человечеству существования. Мы, на самом деле, человечество не приняло совершенно модерническую архитектуру. Ее агрессия давно проиграла. Она проиграла ее еще в 30-х годах, потому что, на самом деле, тот результат, который мы видим... Вот я сейчас покажу просто эстетические образы, которыми как бы живет человечество. Его туризм, это рекреативно и так далее, и прочее. Вот, посмотрите, вот это вот центр города, центр империи. Понимаете, видите, вот справа находится биржа, которая является чрезвычайно деловым и финансовым центром этого города. Причем любопытно, что восстановлена ее эта функция биржи. Военно-морской музей переехал в Амиралтейство. Дальше идет в министерстве, дальше идет религиозный центр страны. Слева, вот тут не попало в этот слайд, зимний дворец, который является правительственным центром. А сейчас важнейшим зданием этой русской культуры, российской культуры. А так как мы, так сказать, в области культуры, в области балетов, впереди планеты всей, а не в области всяких пушечек и так далее, и танков, то в результате это... Да, и компьютеров, и так далее, и микроволновок, и прочих этих... изделий современной цивилизации, вот, мы все равно остаемся главными в культуре. И поэтому зимний дворец остается столицей нашей империи, столицей самого сильного... Это самое сильное, самое главное здание страны, потому что оно является его лицом. Между прочим, вот Путин, он очень любит проводить, и много-много раз это делал, проводить переговоры, повторяю, переговоры в этом зимнем дворце. Понимаете? Он, например, затащил... Вот об этом я кино смотрел, не я придумал, это Петровский был целый фильм, когда он рассказывал о том, что Путин использует именно это. Вот, например, о чем-то договориться с Сарказией, ему удалось, затащив его... Вот, он не хотел идти в Эрмитаж, времени нет и так далее. И он говорит, что вот Путин его еле-еле затащил туда, и все-таки, значит, они остановились на 15 минут перед возвращением блудного сына, вот, и что-то они, говорят, там шептались постоянно. Это постоянно происходит. И потом, как бы, результат переговоров хорош. Я сам лично был свидетелем, когда вел в Русский музей, например, что Путин успел встречу с Бушем-младшим именно в Русском музее. И чай, кофе они пили в Петровском зале, там-то, вот, портрет маски этого Петра и так далее. Причем, любопытно, что это я делаю не из того, чтобы полезать кому-то от чего-то, вот, но он, на самом деле, по-английски очень неплохо сам проводит экскурсии. Это к тому, что это главные знания. То есть, главные сегодня, не просто исторические ценности, туда ходят не для того, чтобы насладиться археологическими ценностями или посмотреть, вот, как царь жил. Вот, понимаете? Вот. Теперь второе. Вот тоже вот я беру самые такие эти вот с миньята. Это вот основа, вот, Флоренция основа градостроительства в целом, так сказать. Это вот появление вот купола, как купол собора, как давлеющего над, так сказать. Это воспринималось давлеющим над бородом, как являющийся его единственный, главный, основной доминант. Понимаете? Фактически единственный, потому что все остальные доминанты, в общем, лишены поразительного силуэта и так далее. И это так задумано. Вот. Ну, это Париж, вот. Это Париж? Нет, это Рим, да. Париж вплоть до Рима. Вот это, ну, то же самое, понимаете? Как бы вот купол, да, между прочим, так сказать, флорентийская идея. Значит, здесь воплощена была, значит, Микеланджело и кем еще? Это, который купол сделал... Нет, не Брунолеевский. Нет, не Микеланджело. Купол не Микеланджело сделал, построил уже окончательно. До Ля Порта, да. Но он спроектировал этот купол. Вот. Но это вот собор инвалидов. Тут вот это вот, посмотрите. Вот структура, тут что самое главное? Что структура градостроительная города, вот, она подчинена ясной, понятной, хотя невероятно сложной, но очень объективной логике этих построения полигональных систем. Вот мы об этом потом, я поговорю, вот. Вот это вот, например, и вот этот слайд. На самом деле, я делал немножко конспект, как бы лекция. Этот слайд говорит о том, что живопись, как таковая, она является основой для европейского градостроительства. Я, честно, раскрывать это не буду, но просто привожу примеры, то, что является образом города. Что очень важно, вот на этой картинке, скажем, вот, чем это отличается от всех образов городских, хотя они могут быть очень живописные, интересные, я так скажу, древнегреческих, нашиманских и даже римских городов, тем, что это первый город, в котором композицию определяют ритм окон. Потому что Венеция в силу тысяч причин, исторических причин, имела окна, имела окна еще в глубокой Средневековье. И оконная архитектура, даже имеющая византийское происхождение в Венеции, это, ну, ранневенецианская архитектура, она, значит, была, имела большие широкие окна, потому что там в силу ее, они в безопасности как бы жили. Почему к окну? Мы сейчас немножко вернемся. Вот это вот утраченные традиционные силуэты, мы сейчас уже не имеем справа, вот этой церкви, это Дрезден, вот работы, работы Каналетта. Вот это Лондон, вот это самая болезненная для меня вещь, хотя, вроде, не наша страна. Вот я фактически еще, ну, вот построение Сити нанесла колоссальный удар по этому. Вот эту картину, между прочим, возил, когда я был в Лондоне, у меня была выставка, возил принц Чарльз в своем катере личном, он ее снял со стенок Семь-Денинского дворца, вот, и показывал телевизору, вот, что у нас было, что очень любопытно, интересно. Вот посмотрите, вот там такие, видите, такие торчочки стоят, если сейчас увеличить. Это 50 церквей Христофора Рена, понимаете? Вот сейчас, сами знаете, что там стоит. Начал эту всю историю Роджера с Данем Лойда, а потом это все заросло абсолютно банальным, отвратительным силуэтом, понимаете, который от Нью-Йорка до Гонконга является основной градостроительства современного. Вот это, что это у нас? Что? Варшава. А, это Варшава, ну, не буду комментировать, с Варшавой я не очень знаю, что произошло. Вот, это мои картинки, я просто их привел к тому, что я для того, чтобы, ну, как бы заниматься тем, что я делаю, тем, что я как бы теоретизирую, я в первую очередь не теоретизировал, а просто взял в руки карандаш и краски и стал рисовать. Потому что мне казалось, что, мне казалось, ну, вывод того, что я говорю, самое главное, заключается в том, что ничего придумать нельзя больше. Потому что, на самом деле, критерием того, что происходит, это действительно желание человечества. И если у нас на сегодняшний день почти все исторические центры, которые построены сто и больше лет назад, оберраны памятниками архитектуры, вот, а почти ничего не сохраняется из того, что построено в послевоенное время, это значит, что тут выбирать нам не приходится. Не надо ничего выдумывать, никаких ходов, и так далее. Малейшее появление новой эстетической программы в классическом здании его разрушает. Это то же самое, что добавлять, вот, это вот отвечаем нашему польскому другу, что, да, это то же самое, что добавлять в бочку меда, эту лодочку дегтя, понимаете, ничего не выйдет. А вот, например, в бочку дегтя вы можете сколько угодно наливать меда, понимаете, она от этого не портится. Если, например, в современном здании возникает какая-то старая усадьба, вот, да. Вот, вот это просто картинки вот подобраны, это виды Венеции, это рисунки Венеции, вот, это рисунки Венеции, вот, это Флоренция, акварель, которая написала, мне просто повезло, там в это время ремонт был, здание, не было очереди, я в этом самом классическом месте перед Уфицей вылетел в акварель вечерком. Вот, это тоже акварель Венеции, вот. И теперь я, значит, прочитаю, вот, основой того, что происходит, почему опасность, то есть не опасность, а фактически гибель, вообще говоря, профессии нашей. Архитектуры происходят из-за отсутствия архитектурной, внятной архитектурной композиции. Вот тут написано, я просто открыл в Википедии для интереса, и прочитал, что архитектурная композиция, то есть способ организации архитектурных элементов с целью достижения общего единства и гармоничности. Композиция в архитектории представляет собой содержательную формальную целость всех элементов, возникающих в результате художественного образа при осмыслении строителей конструкции. Это не совсем так. Наилучший пример – архитектурный ордер. Который является переосмыслением тектонических закономерств не только стоечной, балочной, но и любой другой конструктивной системы, придающей сооружению необходимую устойчивость и прочность. Именно этим архитектура, как вид художественного творчества, отличается от всех разновидностей инженерно-конструктивных деятельностей, дизайна и строительных деятельностей. Вот теперь вспомните, что сейчас происходит в ручебном смысле. Значит, предлагается на уровне министерств сделать так, как во всем мире, что архитекторам совершенно необязательно иметь специфические образования. Они при помощи ЕГЭ должны поступать в этот новый состоятельный дальше, а потом в течении. Что вы смеетесь? Это факт, который уже два года, и против которого борются все наши известные ректора и так далее, и прочее, и прочее. Нет архитектурного образования уже, просто оно не существует, потому что, на самом деле, объяснить, почему надо строить новые спальные районы, такой Митина, и при этом перед этим рисовать Давида с Гомером, и причем тут это, и писать акварели какие-то, и натюрморты. Вот зачем? Прошу тратить государственные деньги на это дело. Это во всем мире уже поняли. А мы сопротивляемся, к счастью. Потому что, но суть-то заключается в том, что вот в этой самой Википедии довольно такой неуклюжей формулировки сформулирована, в общем-то, суть дела, что это отличие строительной деятельности приводится как единственная композиционная школьная система, единственная система, которая существует, сейчас каноническая. Каноническая это система, которая существует как живая система. Понимаете? И мы, в результате, мы имеем в архитектуре только одну каноническую школьную систему. Классика это, в первую очередь, происходит от класса. А класс, классика, это значит образцовая, понимаете, образец, класс, школьная архитектура. Понимаете? Мы не можем, мы ничего другого не имеем. Все остальные стили, которые мы имеем в истории, понимаете, они экзотические стили. Они замечательные, интересные, великолепные и прочее, прочее. Но мы имеем, когда говорил, когда обсуждал, смотри, на Щекиной, я как раз это имел в виду. Римского стиля нет, потому что он только он и есть. Понимаете? Потому что он не является привязанностью города Рима. Так же, как, собственно, понятие Рим не является национальным понятием ни Италии, ни даже античного Рима. Это Рим просто, мир. Понимаете? И все. И вот тут ничего тут не поделаешь, понимаете? С этим приходится смириться, понимаете? Мы ни одного стиля не созданы в течение всего второй половины XIX века органического, понимаете? Ни одного полноценного художественного произведения в архитектуре после 1850 года у нас нет, который мог бы сравниться с 1780, скажем. Вот нет и все. Понимаете? Как бы мы там ни любили, эклектика, милая, прекрасная, замечательная. А вот у нас этот, ну, вот у нас какой-то даже есть арабский стиль, какой-то мавританский стиль там в доме Мурузи, где-то есть еще что-то. Но это все абсолютное исключение. И милый, который, в общем, город не очень портит, не больно, как можно сказать, а просто очень. А вот эстетическая программа современного, как бы, вот ее просто, я вот привел пример, вот композиционное содержание того, что мы имеем, как бы, в городах. Это, я не буду сейчас комментировать, тут, по-моему, я хочу, это просто очевидная ситуация. В общем, очевидная ситуация. Я прошу прощения, чтобы он просто слушал. Он не хочет войти, я прошу прощения. Можем мы сейчас препятствовать? Или он уже, может, он уже здесь, он уже здесь, да? Или никто не препятствует. Это является та эстетическая программа, то есть не эстетическая программа, то есть эстетическое состояние, которое, я могу на 100% сказать, абсолютно никому не нравится. Никому в человечестве никто никогда не скажет сейчас, включая архитекторов, которые это построили, никто это как искусство не воспринимает. Понимаете? Никогда. И это выбор человечества. Вот вам в разных эпох, эти наши, московские, да, наверное, это новые районы. Или вот это. Потому что, на самом деле, полное отсутствие композиционного принципа, на котором это построено, а композиционного принципа там нет. Его будет вам отрицать даже самые авторы этого, доказывая, что композиция архитектурная не нужна. Вот. Ну, или вот такие вот финты. Смотрите, родилось это. Антикомпозиционное мышление родилось это вот в те годы, когда создавался вот план Вуазена, когда делалась эта знаменитая картинка. Это пророческая картинка. Понимаете? На которой уничтожила, между прочим, одну из самых знаменитых французских святынь католических, построил храм Ле Корбюзье. А вот это вот знаменитая его иллюстрация к лучезарному городу. Понимаете? И вот посмотрите, нижняя иллюстрация. Вот. Она изображает, собственно говоря, то, что произошло и с Парижем, и со всеми абсолютно, стопроцентным городами Европы и Азии, Америки и так далее. Понимаете? Это вот эта композиция плана Вуазена, его силуэтный момент. Он абсолютно в таком принципиальном агрессии стоит. Он есть выбор человечества. Но никто никогда в этом, но в дефансе, который вот возник вместо плана Вуазена, никогда не гуляет. Понимаете? Всем почему-то, населению и так далее, и все правительственные, и все, в общем, культурно-исторические, исторические и все остальные ценности, они заложены в этом, они как бы находятся в центре, находятся в исторических зданиях. И у нас президент России ходит в здание, ну, как бы в комплекс, который был основан в 15 веке, и в здание, которое построено в конце 18 века.